27 марта в Елабужском институте КФУ прошли 5 открытые соревнования по робототехнике. Состязания были ориентированы на разный уровень подготовки участников и проводились по 4 дисциплинам. Лабиринт, траектория карта, манипуляторы и испытания «Чистый путь к школе», которое включено в состав заданий Международной робототехнической олимпиады и ориентировано на участников младшей возрастной группы. Задание в этом году отличается от предыдущих заданий сложностью. Задачно сказать, что здесь представлены новые совершенно виды состязаний. Траектория карта, которая, допустим, дается в этом году для старшей возрастной группы, это задача связанная с инвегацией и локализацией на поле. Участие в состязаниях приняли 39 команд из разных районов Татарстана. Чемпионат проводится с целью развития технического и логического мышления детей от 5 до 19 лет для реализации полученных знаний через применение принципов конструирования и программирования. Мама мне говорила давно, что программист – это профессия будущего. Ну и как бы я решила заняться, пошла на курсы программирования, а потом как бы начала и роботами заниматься. Понравилось конструировать. Огромную поддержку участников при подготовке к соревнованиям оказывают родители и тренеры-педагоги. Команда конструкторов из Нурлата не пропустила ни одного соревнования, проводимого Елабужским институтом КФУ. А в прошлом году подопечные учителя информатики Нурладской гимназии Алексея Фатькина заняли первое место в состязании всероссийского этапа. На этих соревнованиях у нас тоже ребята учатся, азарт входит, и это стимул для них, для дальнейшего развития, для дальнейших работ. И надеюсь, что в будущем, когда они уже уйдут с того возраста детского, они будут использовать это на серьезных машинах. И будут настоящими инженерами. Победители и призеры открытых соревнований по робототехнике были награждены дипломами и ценными подарками к Елабужскому институту КФУ. Динара Алмагомбетова, Денис Сипайлов, пресс-служба Елабужского института КФУ. Специально для Универ Ньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова